Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас грузинские хинкали. Я решила в этот раз попробовать их с соусами из Макдональдса. В прошлом видео у меня остались закрытые соусы, 4 штуки. Я решила попробовать соус барбекю вместе с ними. Также у нас обычный классический соус. И здесь у нас фруктовый сад, напиток. В общем, что-то в последнее время я очень мало снимаю видео. Ну, не знаю. Знаете, я делаю чисто по вдохновению, так скажем. Сказать, что я прям сильно занята работой, нет. Я просто что-то, знаете, отдыхаюсь, не напрягаюсь. Хотя очень странно, что я себя так веду. Почему, знаете? Потому что сейчас на YouTube очень дорогая реклама. То есть сейчас видео оплачиваются намного дороже, чем это было в другие месяца, когда я пахала. То есть ноябрь, это почти самый дорогой месяц, и декабрь. Потом, в январе, эти все коэффициенты падают, и Айка начинает снимать видео. Вы знаете, я уже почти накопила на машину, кстати. Хотя, смотря на какую, я купила квартиру. И как-то, знаете, я себя оправдываю и думаю, я наработалась. Я и так и много работаю. Сейчас просто такие месяца, грех просто не работать, потому что YouTube очень хорошо платит именно сейчас. И именно сейчас Айка снимает через день, в день одно видео вместо трех. Ну да ладно. В общем, на машину я, если честно, накопила. Но как только я накопила, я думаю, может быть, стоит еще подкопить и купить новую машину. Но, вы знаете, я боюсь, что если я куплю новую, я ее поцарапаю, что-то с ней произойдет. Меня что-то все отговаривают покупать не новую. Такой бульончик. В общем, все отговаривают, говорят, не надо новую. А новичок должен еще приноровиться, научиться нормально ездить потом уже. Сок такой классный с яблоком. Я обычно ненавижу соки с яблоком. В общем, не знаю, что делать. Права надо получать. Надо садиться учить. Надо реально записаться не только на теорию, но и на практику. Учиться водить по городу. В общем. И давайте поотвечаю на ваши вопросы. Вопрос задает YourDream. Огромный вам привет. Очень буду рада, если ответите именно на мой вопрос. Айка, мы очень хотим с мужем переехать в Европу. И мечта у нас эта уже давно. Строим планы, но все боимся. Есть ли у вас знакомые, кто переехал и хотели бы вы переехать в Европу? Я вам говорила, что я как-то не особо за переезд. Я переехала в Азербайджан. И мне здесь очень комфортно, хорошо. Я как бы не собираюсь переезжать. Но, возможно, знаете, это с чем связано? Я особо нигде не была. Возможно, если бы я поехала в Европу, куда-то, какая-то страна мне настолько понравится, что мне захочется прямо туда переехать. То есть я допускаю такую мысль. Это вполне возможно. То есть, возможно, меня все устраивает из-за просто незнания, как в других странах. Ну а так, чисто со стороны, меня больше привлекает, если честно, Америка. Среди знакомых есть, кто переехал. Нас в основном как делают? Едут учиться в магистратуру. И живут там где-то 3 года, пока они учатся, находят работу. Одна девушка вышла замуж за итальянца, и все живет там. Ну, отличительная особенность всех тех, кто переезжает, все они довольны. Довольны тем, что они переехали, им нравится страна, в которой они живут. И возвращаться никто не собирается. Все хотят жить там. Это такая отличительная особенность. Наверное, хорошо жизненный уровень там выше. Не могу сказать, что прям много людей переехало. Но те, кто действительно этого хотел. Когда я работала в магазине мебель, у нас была девочка, которая работает продавщицей. Вот она со своим мужем все планировали, планировали, так и в конце не переехали. Это все осталось как-то в планах. Соус. Мне очень интересно наблюдать за блогерами именно, которые переехали. Неважно куда. Интересно, с чего они начинают. Говорят о разницах, например. Но. В любом случае, в любой стране есть свои плюсы и минусы. Поэтому. Поэтому. Не знаю даже, стоит ли переезжать. Сейчас я смотрю по новостям. Там на границе Белоруссии и Польши там мигранты, например. И я, честно, как человек со стороны, немножко не понимаю тех мигрантов, которые хотят именно в Германию. Если у них на родине война, то можно остаться жить и в Минске. Не обязательно же ехать в Германию. Мне кажется, они больше хотят даже какое-то убежище. Получать эти 900 долларов. Просто так, ничего не делая. У нас есть родственник, который переехал в Америку. Тоже поехал сначала учиться. Во время учебы устроился на работу. Уже под конец учебы нашел основательную работу. Такую, знаете, постоянную. Хорошо учился. Сейчас живет. И вообще в мыслях нету переехать куда-то сюда. Он всегда говорит. Когда я приезжаю в СНГ, у меня такое ощущение, что я вернулся лет 10 назад. Уезжаю в Америку. Опять там машина времени сработала на 10 лет вперед. Мне, конечно, сложно судить о таких вещах. Но если у вас есть такая мечта, можно хотя бы попробовать. Можно взять, например, туристическую визу. Поехать, посмотреть. Возможно, понравится. Не рубить на корнем. Мой, например, отец – патриот России. Например, когда я сказала о том, что у нас коммунальные услуги в Азербайджане стоят, например, за квартиру ты платишь 450 рублей. Все начали в комментариях писать, вау, как круто, мы переезжаем в Азербайджан, как классно, у вас так дешево. Но в тот же момент здесь есть и куча минусов. То есть не бывает, что все прям плюсы, все офигенно, чики-пики, ничего не делай, живешь себе в кайф. Тогда вам надо было родиться каким-то арабским шейхом. Вот, например, минусы, что могу отметить. Да, у нас здесь прям явный такой минус. Нету страхования. Например, не дай бог, с тобой что-то случилось, по квоте ты ничего не можешь делать, тебе надо продавать квартиру, не дай бог, если что-то произойдет, ты сам должен оплатить свое лечение. Мне кажется, это существенный минус. Сколько я знаю, в России по квоте ты можешь проходить лечение. А здесь не дай бог онкология, не дай бог что-то такое, где брать деньги. Ну, у нас тоже хотят сделать страховку, но пока что нет. Поэтому в этом плане сложно. Также я просто сейчас не вспомню, но у нас тоже есть куча минусов, есть плюсы. Один из, например, явных минусов, который я всегда видела в Саратове, это то, что почему-то те маршруты, куда я всегда ехала, всегда автобусы ехали битком вот так вот. А у нас в Баку такого нету. Ну, возможно, просто туда, куда еду я и время, когда езжу я, нету вот этого вот скопления людей, возможно. В общем, на этом все, я наелась. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не скучайте, не забывайте заглядывать на мой канал, но я заметила, что вы смотрите мои старые видео. Это, кстати, приятно. Всех люблю, с вами была Айка. Пока.